я уже не помню сколько лет назад я оказался на концерте олега митяева его так люблю прекрасные песни и вот тогда для меня впервые прозвучали его строки которые мне показались может быть странными он приехал в топск и его попросили написать песню об этом городе попросили вставить ну обязательно конечно название реки название камазов на котором здесь ездят там девушку которая живет здесь остановки которые поставила мэрии так далее так далее я так помню эту песню она живет на берегу томи боже когда же я окажусь на берегу томи ты наверное красивой реки правда там было написано про морозы которые за 50 и про сугробы которые в человеческий рост думаю ну поэт наверное что-то присочинил и вот я в томске ну морозы не 50 мороза 20 с лишним сугробы ой 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 как в человеческий рост и река томь вот красавица слева от меня я раньше думал каково жить в ком-то южном городе там все время морщится да вот щурится морщины там и так далее а я сейчас в сибири я зимой не так нравится такая красота но затем вообще путешественники в этот город приезжали всегда здесь например был николай второй будущий николай второй тогда великий князь он приезжал и бывал в монастыре там где похоронен старец фёдор кузьмич а еще здесь бывал антон пал чехов затем самый популярный памятник я хочу вам показать которому приходят все я думаю кто оказывается в томске хочу вам его показать смотрите во первых лапы даже ноги не назовешь во вторых такие кривые очки немножко и вообще такой немножко нелепый антон палыч знаете почему а это ответ томска ответ томска на слова которые чехов а он ехал тогда сахарин оставил об этом дивным как я сегодня понимаю городе он написал что это при скучнейший город что женщины здесь жесткие на ощупь что он был в трактире и подавальщица вытерла ложку которая хотела отдать ему а свой зад и вообще кажется здесь все пьяные ну вот и получил он памятник как написано на постаменте это памятник чехову глазами пьяного мужика лежащего в канаве и не читавшего каштанку но мы слава богу в канаве не лежим каштанку слава богу читали и от томска в отличие от антона палыча ах в каком восхищении и восторге и вот я в томске первый раз в этом сибирском городе сейчас уже к жалею что не приезжал прежде город красоты какой-то невероятная уже влюблен выбрал гостиницу наугад и в первое же утро бросился изучать город думаю где же места связаны с моим героем а наверное старец федор кузьмич один из главных героев ради которого я оказался здесь и первое что я вижу рядом своей гостиницей закладной камень в основании часовни на месте кельи святого старца феодора томска так вот оказывается где он жил то аккурат рядом своей гостиницы вы знаете томск богат уникальными неповторимыми прекрасными много-многом эпитетов нужно подобрать а лучше один раз увидите я вам покажу деревянными домами один из них вернее остов этого дома я хочу вам показать вообще делиться нужно красотой здесь красоты нет но здесь есть история то что именно в этом доме боже вот удивительно прям рядом с окна в окна в этом доме жил купец хромов тот самый который в 1858 году и привез в томск старца федора кузьмича собственно поэтому келья рядом и находилась после смерти федора кузьмича хромов писал десятки писем в петербург убеждая что федор кузьмич это тот самый александр первый писал победоносцеву оберпрокурору священного синода и известен это диалог последний который состоялся перед смертью старца хромов спросил у него а правда ли что вы император александр первый благословенный и старец ему ответил чудны дела твои господи нет ничего тайного что не стало бы явным удивительная история происходит дальше я узнаю что улица крылова в честь баснописца я так понимаю названа раньше называлась монастырской и вот я иду этим ранам холодным морозным утром солнечным правда минус 20 и вдруг для меня раздается колокольный звон вот с той стороны улицы я понял что там и находился тот самый монастырь но не может же быть чтобы тот монастырь тот самый где мощи святого старца оказалось может в каком удивительном месте я поселился на монастырской улице где все рядом и вот так эта история и начала складываться зашел на территорию монастыря обратил внимание на эти двух пацанов такие деловые пришли вошли в храм поцеловали икону отправились колоть снег вот тот самый богородица алексеевский монастырь древнее место 1605 года именно тогда он был основан именно здесь на этой территории был похоронен старец федор кузьмич это потом его причислили клику святых сегодня мощи располагаются в храме когда-то когда-то могила находилась вот там где восстановленная часовня при большевиках конечно никакой часовне не было такая выгребная яма там располагалась потом мощи были обретены сегодня они очень очень почитаем и любимы и вообще сам монастырь с этими золотыми куполами на этим сибирским солнцем это место невероятной невероятной благодати боже как прекрасно поскрипывает снежок под ногами для меня главное украшение города главное деяние это конечно люди которые здесь бывали вот одно из таких имен николай робертович эрдман замечательный писатель замечательный драматург я помню как мне о нем рассказывал юрий любимов эрдман работал в театре на таганке одно время и он встречался с высоцким и издал вопрос к волос а как вы пишете стихи тот отвечал я николай робертович пишу на магнитофон а вы а я на века володя я на века эрдман был арестован он тогда работал над сценарием фильма веселые ребята знаменитая комедия григорий александрова считается что его арестовали за четверостишь и она так звучит воронье где-то бог послал кусочек сыра читатель скажет бога нет читатель милый ты придира да бога нет но нет и сыра и надо было догадаться василию качалову знаменитому актеру художественного театра это четверостишь и прочесть на каком-то кремлевском приеме вот в 1934 году эрдман оказался в томске его был ссыльный но взяли на работу в театр юного зрителя за флитом и он писал отсюда письма актрисе художественного театра англине степановой своей любимой женщине в одном из писем они опубликованы сегодня прочел такие строки дорогая элина я пока мало видел томск но он мне напоминает о чем очаровательного старика который созвал в гости всю молодежь сибири если ты станешь писать мне сюда письма думаю я смогу полюбить эти северные афины я не знаю сумел полюбить эти северные афины эрдман или нет я от томска в восторге а сегодня кстати на здании театра где когда-то работал эрдман есть мемориальная доска с именем этого великого драматурга вот в этом красивом здании располагается музей изобразительных искусств а когда-то в годы советские здесь был обком партии это главная до организация которая правила областью был знаменитый первый сектор обкома звали его егор кузьмич лигачев был тот самый лигачев который потом переехав в москву произнесет крылатую фразу обращаясь к ельцину борис ты не прав кстати лигачев в бытность свою первым секретарем томского обкома то есть правителем до всей этой области он и распорядился отдать это под музей красивый поступок но еще кстати по вам достойный поступок когда помните начали присуждать имена аэропортом там были обсуждения какой же имя дать аэропорту томска и вот называлась идея присвоить имя егора лигачева егор кузьмич прожил огромную жизнь его не стало совсем недавно прожил 100 лет и он сказал нет моим именем называть не нужно и сегодня аэропорт томска носит имя авиаконструктора камова для меня как для любителя хрустальных мостов томска от настоящий подарок я сейчас на улице кузнецова это дом красоты невероятный такой желток от этого дома можно проложить в мост гениальному анри матису из томска в париж почему да потому что здесь на улице кузнецова в доме 20 а родилась легендарная личность лиди николаевна дилекторская та самая мадам лидия муза подруга компаньон анри матиса удивительная была судьба судьба которая состоялась конечно уже в париже но начиналось все именно здесь на этой томской улице смотрите какой красавец дом ее папа он был врачом в мужской гимназии и вот в этих домах они похоже собственно была одна усадьба и селились преподаватели но те кто работали в гимназии но памяти осталось и на доске мемориальный пока нет пока сказал я и верю что когда-нибудь появится ну давайте такую виртуальную доску сейчас вы друзей мы вспомним ту самую лидию директорскую которая подарила нам анри матиса подарила правда потому что все работы которые дарил ей матиса она передала в дар советскому союзу а напротив потрясающий дом вообще в томске все веку потрясающе великолепный ну правда взгляните это же настоящее чудо такой томский деревянный модерн в томске уже вечереет а под вечер мне кажется самое правильное рассказать сказку хотя это будет не сказка это будет самая настоящая правда которая связана вот с этим удивительным домом словно таких белоснежных деревянных кружевах этот дом для своей семьи построил архитектор хомич но моя история будет связана не с ним а с писателем александром волковым его самое известное произведение это конечно волшебник изумрудного города помните вот волков учился здесь в томске в педагогическом институте здесь же он научился работать по дереву и этот дом произвел на него такое впечатление что он напишет волшебник изумрудного города но дом то изумрудный терем действительно изумрудный который словно расцветает вот взгляните на этот фасад это диво дивное чудо чудное знаете потом уже волков он уедет из томска и он напишет такое эссе чем я обязан томской окажется что томску он обязан всем включая даже своим ростом он оказывается приехал сюда таким невысокого роста юношей и в педагогическом институте где он учился повара оставляли для голодных студентов в печке чугунки с едой вот эти голодающие но вечным до голодные студенты спускались среди них был волков наедались наконец-то досото и оказывается за год волков здесь вырос на 16 сантиметров а когда мы приехал его никто не узнавал а еще он здесь научился работать по дереву на смотрите здесь так много вот этих деревянных шедевров что как без плотницкого мастерства он делал деревянных человечков и отсюда его урфин джуз и деревянные солдаты а еще волков здесь научился играть на скрипке ему даже выдали скрипку и вот несколько лет назад в томск приехала внучка волкова и привезла в дар музею скрипку оказалось дедушке скрипку выдали в томске а он взял ее и забрал с собой когда уезжал и вот эта скрипка сегодня вернулась в родной город но не одна а вместе с футляром который создал тот самый замечательный писатель вдохновившийся изумрудным дворцом который мы с вами видим